добрый день мои творческие друзья и гости моего канала я рада что вы заглянули на мой канал сегодня с вами нарисуем осенний пейзаж такой пейзаж я заметила в инстаграме даже уже у трёх художников на таком вот формате опять я буду рисовать на картоне можно ли на грунтованном картоне рисовать на акварельной бумаге можно закрепить малярным скотчем со всех сторон дальше так же нам понадобится палитра цвета основные побольше желтого красного оттенка стакан с водой кисти трех размеров плотная синтетика для рисования с гуашью нужна кисточка плотная синтетика вот так можно рисовать гуашевыми красками можно рисовать акриловой краской понадобится также тряпочки или салфетка для вытирания кисточек давайте начинать оставшуюся краску я вот намазала на этот грунтовый картон не зря же добро пропадать то есть вот и намазала я оставшуюся акриловую краску горизонт где-то будет у нас середина листа еще половина где-то вот тут у нас рисун истинные деревья сзади будут ели давайте начинать набираю белый цвет сюда попозже и начинаю смешивать голубым цветом сверху закрашиваем более темным оттенком ближе к горизонту посветлее подкидывать до половины будем закрашивать тут у нас будут ели ели закроют задний план небо вот так просто по горизонталь закрашиваю белый цвет на эту же кисточку если у вас варенье бумага закрепляйте малярным скотчем так будет удобнее сюда закрашивает светло-голубым оттенком вымываю кисточками можно будет прикрепить кисточками пока вы плоской кисточкой можно плоской кисточкой кругом концом рисовать ей зеленый цвет немного черного добавляю уважняю чтобы акрил не высыхал быстро это черный зеленый нам нужен намечаем деревья не на середину рисуем вот вот здесь повыше по краям давайте сделаем этот от этого повыше от этого повише тут рисовали можно сюда маленькой елочкой нарисовать так нарисовали и закрашиваем как мы умеем у меня есть на канале как нарисовать елки гуаши можете посмотреть верхушки торчатый вверх чем ниже опускается там тем оно прогибается по эту сторону две две побольше может здесь в этой стороне ветвей почти нету ниже как на природе по-разному располагаются веточки даже чуть выше можно сделать вегатель с а вегатель 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 делаем вегатель по-разному получается елочка но в природе тоже елочки разные сорта разные сорта вегатель и вегатель Добавляем немного желтого. Светло-желтый, светло-зеленый цвет набираем. И где-то по краям. Темная сторона будет у нас с левой стороны, значит светлые веточки будут у нас с правой стороны. Даже чуть-чуть белого сюда, для плотности добавим. Не белый, чтобы не как снег должен получиться, а должен получиться как свет. Светлый тон зеленого. Эта елочка у нас стоит впереди. И, значит, закрывает вот это дерево. Так, все. Сюда свет. С правой стороны. Еще чуть-чуть можно посветлять. Добавила белый. Тишнюю краску вот так вот убираю. С правой стороны. Нужен еще темный тон зеленого. Силеный, темный. С левой стороны темноты побольше. Под ветками. Под ветками добавляем. Ну вот, кстати, цвет тоже можно сюда добавлять. Ближе к нам потемнее. Крутим, вертим, чтобы одинаково не ложились травки. И дальше еще есть. Берите какую-нибудь плоскую кисточку, можно такую круглую, тонкую кисточку брать, какая у вас есть. Набираю чисто белый цвет, смешиваю желтым, этим лимонным цветом, начинаю закрашивать лиством. По краям закрасила лимонным цветом, смешивая белой краской, потом светло-желтой краской, смешивая тоже белым цветом. Вы можете также, смешивая, получать разные тона желтого. Побольше белого светлый тон получается, поменьше белого, более насыщенный желтый получится. Это вот так, это разный, вот так, вот так. Даже вот Охур возьму. Даже вот шел зеленым смешалась краска. И сюда немного зеленого смешиваю с оставшейся желтой краской. И добавляю тоже зеленый гляп. Травка потемнее, чем дальше, а нас посветлее травка. Получается зеленый гляп. Добавляю састополь. Добавляю. Добавляю два три мазочка, то дадим мазочек будет хаотичен. Набираю еще черный цвет, смешиваю, тонкой кисточкой рисуем веточек, отрывисто, тонко рисуем веточек. Добавили веточек, сюда вперед можно немножко, тени поддать, подтемнять, чуть-чуть, так, вымываю эту кисточку и еще раз желтой краской пройдемся сверху веточек. Убираю более светлый тон желтого, еще раз сверху добавляю, сверху веточек можно чуть-чуть. И с желтым, с зеленым добавляю сюда зелень. Зеленцу добавляю сюда, но оранжевого не хватает, хочется, конечно, еще оранжевого. Сюда вот посветлее посередине. и вот такие листочки, и вот таких травок добавляем. цвет. Можно чуть вот такие вот желтизну добавить. Стволом чуть-чуть закроем, нижних частей. частей. И давайте наберем с вами оранжевый цвет. Оранжевого не хватает, потому что там внутри первый слой был оранжевым. У меня краска есть, глянцевая. У нас слишком ярко. Я вот добавлю желтого, белого сюда чуть-чуть. Вот такого светло-оранжевого цвета добавлю. С зеленым смешивается оранжевый, а желтый цвет как богат сильно. Верхняя сторона пожелтела, а тут еще не пожелтели листья. темно-зеленым цветом, темно-зеленым. Как елей. Цвет елей добавим вверх браслетов. Как-то видны через просветов цвет елей. Оставшуюся краску оранжевую еще добавляю. Вот у меня не очень густая краска. Сверху оставляю даже просветов, оставляю немного виднеющих веточек. И сверху вот как бы около просветов чуть-чуть добавляю оранжеватую краску. С коричневинкой можно сказать. Белый цвет и еще желтый. Так. Может здесь попробую вот эту желтую. Что-то неплотное она у нее. Возьму глянцевую желтую. И добавляю еще. Вот это вот, по-моему, получше, поярче. Сфига и сделаем желтого. И добавляем куда хочется. Вот просветов оставляем. Добавляю немного белого. Смешивается с желтым. Вот такие вот бельки получаются побольше с правой стороны. Здесь по правой стороне. Здесь по правой стороне. Здесь по правой стороне. Вот так, чтобы ярко-желтый цвет появился. У кого веточек не хватает и, как мне кажется, они все закрылись, Добавьте еще немного веточек. Вот еще раз прошла и пройдусь тонкой кисточкой. Порисую еще растволы и веточек. Вот так отрывисто. Сюда идет одна веточка. Сюда идет. Вот так. Наша картина завершена. Если вам понравился видео урок или было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео уроков. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok